приветствую всех на wall street онлайн сегодня 7 июля седьмой месяц 2007 года так что сегодня очень крутой день три семерки в дате наличие такого прям джекпот всех приветствую рад всех видеть и мы начнем как обычно с новостей и экономического календаря и так на следующей неделе первое что я бы хотел подчеркнуть ожидаем отчетность таких банков то есть начинается финансовых финансовый сектор отчетность и на следующей неделе сейчас скажу точно какой день отчитываются три достаточно важных банк американских и это нужно зафиксировать то есть если у них будет очень плохая ситуация отчетность сын пи похоже что не удержат они на этом уровне и могут очень пути ниже значит секундочку 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 пятницу джекпи морган волос фарга и да да джекпи морган пенсии финансовый и волос фарга отчитываются и микрофокус британская компания это из таких в крупненьких вот в общем не пропустите следующее на этой неделе были достаточно интересные отчеты новости и встречи которые до сих пор обсуждаются это использовать layout я всегда использую layout wall street онлайн какие настройки сбиваются просто это терминал специально для обучения и на нем может сидеть любой кто попадет в офис вот специальный layout по street онлайн и даже есть список тикеров wall street онлайн и его всегда используем если кто-то поковырялся посидел настроил до меня это тогда и вот сбивается так поэтому layout на рис 7 рекомендую настройте причем layout и не только под рынке layout и настройка окон настройка параметров ну в общем вся вот специфика программы то есть будут открываться окна в том порядке как вы их открыли и так как вы их расставите на 8 мониторах следующие layout не только по рынкам стоит создавать допустим вы готовитесь торговой сессии при маркет это один набор окон вы собираете статистику это один инструментарий другой совсем то есть набор модулей их размещение и настройка когда вы уже в боевом режиме работаете real time на открытие в этот другой набор окон в общем рекомендую так вы быстро открыли есть еще режим десктоп то есть вот как windows 10 можно настраивать десктопы они открываются вы просто их меняете там не сложно первый раз если получится настроить дальше уже будет очень легко продолжим продолжим по событиям на следующей неделе по штатам давайте пробежимся ну банки отчитываются я уже сказал потом петролем как обычно в среду всех может удивить jobless claims 13 и пятницу у нас более-менее тихо ритейл сэйлс и до совпадокшин тот факт значит еще хотел сказать ближайшие процентные ставки которые ожидаются у нас значит в июле непосредственно в июле это сша двадцать шестого июля потом евро зона двадцатого июля тринадцатого июля британия по процентной ставки будет отчитываться и япония двадцатого июля двадцатого еще кому интересно бразилия достаточно насыщенный июль будет по процентным ставкам и это будет сильно влиять при массовом изменении либо повышение либо понижение процента ставки по 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 крупным таким организациям вот день независимости сша был торник в общем то не так уж и сильно он удивил по рынкам еще что нас ждет по следующей неделе так процент ждут не ну мне поменяют скорее всего проценту ставку аналитики прогнозирую что будет пол процента ну и выставит полос в четверг сайт торговый баланс по китаю ждут что он будет лучше и в пятницу собственно мы уже обсудили из из ключевых я думаю будет процент наставка канады и безработица в британии вернее заявки на безработицу плюс еще отчеты крупных банков возможно какие то будут встречи да про канадские процентные ставки я уже озвучил когда зачитывал список по процентным ставкам когда и что не упомянул не упомянул и так в ртс мы немного модернизируем вариант выбора тикера пока был такой кстати вот этот слайд это котировка непосредственно в день если не ошибаюсь 29 год обвал фондовой бирже достаточно такой где-то хранится он в рамке сохранился этот экземпляр итак начнем с ртс и продолжим сберга спром рубль шести михаилу нужно еще шесть с м и даже девушки есть у нас в чате так также нефть золото и в конце будет и сын пио это собственно обновление в программе рекомендую очень по фильтрам использовать временные зазоры то есть когда у вас фильтров платформе стоит к примеру он постоянно работает но есть такие инструменты как допустим еврик ну валютные фьючерсы кстати курс по валютным фьючерсам перенесли на семнадцатая не укомплектовалась группа поэтому в летний период собственно европейская сессия будет активен один фильтр вы будете знать что это конкретно для европы для америки включится уже другой фильтр там будут другие значения и параметры этот выключится ну по крайней мере вы так должны настроить чтобы как только откроется америка европейский фильтр выключился таким образом у вас будет по трем сессиям четкая фильтрация без ручного вмешательства будет все автоматически переключаться ну грубо говоря потихоньку потихоньку мы подбираемся к кастомизированным сложным алертам которые будут крайне очень выручать трейдеров и облегчит мониторинг и анализ рынка так ну начнем с ртс собственно уже пора приступить так это у нас котировка у нас котировка не та сейчас погрузится ртс и мы начнем так вот это мы свернем так обратите внимание отметка 100 практически очень очень рядом 5 числа было 635 тонн ликвидность дельта 21000 поэтому уровни которые сформировали сопротивление 99 350 250 возьмите на заметку хороший дисбаланс был по открытому интересу был вход сегодня небольшой в пятницу на удивление и пока вот стараются удерживать цену ближе к максимуму пятницы но не к максимуму недели ну в принципе тоже неплохо сейчас мы на 15 минутном таймфрейме еще рассмотрим более детально эту неделю в районе 97 200 по 99 можно уже взять это ядро текущего контракта мы уже в принципе его неплохо поторговали тяжело но идет все таки к сотке индекс ртс и на этой неделе порадовал очень сильно это сбербанк мы сейчас к нему перейдем потихоньку итак выводы ликвидность есть но ближе к выходным она немножко притихла снижение идет ну так ртс не продается то есть скорее всего это идет какой-то выкуп потихонечку аккуратненько пока есть какие-то ордера с бертом в подтверждение там просто в последние три дня идет такая достаточно жесткая атака со стороны байера мы сейчас это детально рассмотрим давайте возьмем 98 200 как такой ориентированный уровень поддержки на таком масштабе мы сейчас на 15 минутку перейдем более точно это все софиксируем в принципе осталось только толкнуть на 99 а там уже и возможно до конца недели следующие и у сотки окажемся если все благо так очень долго и очень уверенно шел ртс до сотки буквально вот 21 июня сессия за сессией буквально вот здесь немножко был косячок но тут и ликвидности было мало и так по сопротивлению еще вот этот островок возьмем здесь 99 650 по 99 800 единственное чем чего вот немножко не хватает это приток ликвидности со стороны открытого интереса то есть позиции немножко открыли пятницу но желательно чтобы понедельник вторник в среду тоже был приток новых сделок объем в принципе терпимо даже сегодня 0 1 процент со стороны и так теперь сбер во всей своей красе совсем забыл секундочку на 15 минутам таймфрейм я сейчас обещал обещал и забыл так вот вот она у нас восьмая и восьмая 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 И ядро недели. Более точно 450, 98,450 по 99,080. VWPF идет, как всегда, ближе к максимальному объему. Сейчас мы зафиксируем его. И вон у нас VWPF 98, ну почти 800. Тут они душа в душу идут, само собой. Разумеется. Так, по ликвидности давайте выделим участки. Я пока включу ненужные модули, чтобы они нас не тревожили. И продолжим. Так, ну, пятое, шестое, седьмое число. Отличились и утром, и ближе к штатам по ликвидности. В отличие от сессии перед Днем Независимости Штатов. Было поменьше ликвидности. Топовая 15-минутка на этой неделе как раз пришлась на 18.00. 6-го числа 60 тонн. Оборот был. Но выброс не слабенький. По дням кумулятивная дельта, ну вот по дням у нас разбросана в таком порядке. 4-го числа конкретно покупали. Тут вся вот активность была сосредоточена именно на рост. И с переменным успехом было 6-го числа. Тут, скорее всего, просто сбрасывали стопы у байеров. Так как по итогу дневной сессии все-таки вытащили на максимум четверга. И после полудня идут в основном, ну, до открытия штатов были байеры. Сейчас пока вот идет борьба. В зависимости от того, как закроется пятница, будет понятно, кто победил все-таки на этой неделе в открытии. И закрытие будет достаточно недалеко друг от друга. То есть, КПД с самой недели, по сути, не особо продуктивная. Открывает позиции второй день, вот с четверга. Начиная с 500.08 тысяч. И сейчас вот пик был достигнут 536. Соответственно, по сопротивлению более точно, как и обещал. Вот у нас, ребятки, глушили рост. Тут 99.730. 830. По байерам отличился понедельник. Здесь неплохой такой выброс был. 14 тонн. 98.0 ровно. И вот пятница послушно пока не пробивает. Второй еще такой уровень был немаленький. Это... Сейчас я более точно выставлю. Ну, 350, грубо говоря. Там по ровным цифрам они 15 тонн, да. Вот. То есть, в среду, как видите, отрабатывали. Ну, пятница немножко протащила этот уровень. Соответственно, вот эти массивы, которые вы видите на покупку, в четверг. Если их пройдут в понедельник, в принципе, есть шансы, что будем все-таки двигаться к сотке. А там уже осталось сопротивление. Но оно не очень опасное. Вот, то есть, причине, что там ликвидности не так много разместили. Сбер. Если нефть будет способствовать росту, будет все тип-топ. И так, вот, собственно, Сбер. Красавец. И, ну, вот, 30-го числа как ушел. И по ликвидности все складывается. То есть, ну, чтобы дальше толкать цену, нужно больше противовеса селлеров создавать. И покупки идут вот по каждому дню. Покупка, покупка с 30-го числа. 520, дельта была уже 30-го. И только увеличивается. Сегодня почти миллион. Снимают стопори у селлеров. Или действительно заходят. Тут уже судить вам. Но я думаю, что с притоком ликвидности 150 толкнуть. Возможно, какие-то переговоры закончились очень успешно. И в 149-ю миллион проторговали. Просто миллион. Потом 147 миллион. Ну, явно это не стопори снимают. То есть, тут конкретно по миллиону на каждой ровной цифре заходят. 150 с половиной. Итак, самые такие более активные последние три дня. По дисбалансам давайте более точно выделим вот этот коридор неплохой. Тут серьезно, видимо, выбросили ликвидности. Мы это зафиксируем. Потом по дисбалансу еще вот этот коридор. 150 плюс 50 копеек. Ну, это будет первый такой блокпост проверочный. Если его даже будут удерживать. То есть, не пустят ниже. Это о многом говорит. То есть, байеры будут настроены серьезно. Если его все-таки продавят. Ну, 147 с половиной. 148 ровно. Как раз к вторнику будет, в принципе, неплохо. Смотрите, как закрывается неделя. То есть, 152 с копейками у потолка недели. Все дни идут, ну, кроме пятого числа. Немножко передышка была. Так, в принципе, неделя очень динамичная и выглядит конкретно уверенным. По этому периоду, ну, если начинать с 15 июня, ядро в районе 144-146. То есть, это вся массивность, которая две недели формировалась. То есть, объем на... С хорошей стороны. То есть, он идет, увеличивается. Дельта тоже. Динамика тоже. Закрывается неделя на максимуме. Тьфу-тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить. Так, Газпромчик. 0,6 сегодня у него процент открытия. 0,5 у РТСа, 0,6 у Газпрома. В отличие, 1,6 получился у Сбера. Сегодня с открытия. Так, это 15-ти минушка, нам неинтересно. Газпром вот так выглядит. После 15-го, 6-го, там где 12 миллионов оборот был. Вот этот коридор, еще, думаю, долго будет полезен нам. И мы отключим сейчас вот эту вот функцию. Bidask Leader. Bidask Leader, те, кто, допустим, еще не знаком с этим модулем, либо настройками, он показывает на каждой цене, кто лидирует, Bid, либо же ASK, ликвидность. Соответственно, на таких крупных масштабных графиках это может только запутать. По большей степени подходит для уже боевого режима на мелких таймфреймах внутри дня. Так, а потом вот эта ликвидность у нас, мы сейчас ее промониторим в таком ключе, просканируем. Вот у нас на верхушке было 3 цены на байрах. Вот этот диапазон точно не должны пропустить по Газпрому. И 118, естественно. По текущей неделе давайте заглянем в душу. В Газпромчик. Итак, 122,5 по 123 фактически тут по-крупненькому прошлись селлеры. Покупки до загрузки были на 121, на 121,5. Отметим, я думаю, как ориентирный уровень поддержки проверочной пригодится. Торгуется Газпром ближе к максимуму недели, и это очень хорошо. Давайте вот этот день отключу, чтобы гистограмма была более привлекательная. 4 дня, вот 3,7 оборот был уже на 4 июля. Как раз сформировали импульс на расширение 120-й. И 3 дня ликвидность, в принципе, более-менее поддерживается. Не аномальная, но она присутствует. Дельта была в четверг и в среду, по сравнению с этими покупками, такая, скорее всего, сбрасывали просто. Мимолетное движение, и вот пятница 145 пока и держится на максимуме. В принципе, неплохие показатели. Вполне возможно, что начнут расширять 124. Тут все внимание на 122-ю, который уровень, вот здесь Дельта, ставили еще. На следующей неделе процентной ставки отчитываются крупные американские банки. И кто на этой неделе был такой насыщенный по встречам... Вот этот уровень поддержки, 102-я. Вот здесь, на импульсе, когда формировали до загрузка, ее пока вот удерживают. Прокол был в четверг, но, видите, держится 2 дня, не падают. 121,5 крайний рубеж. В принципе, если у байеров не иссякнет желание продолжать покупки, должны не уйти ниже вот этого коридора, который я более светлее отметил. 121,5 на 22 и 22 с копейками рубль. Будет шорт, если уйдут ниже 121, соответственно, сценарий на покупку отменяется. На обзоре я показываю уровни поддержки сопротивления, которые можно использовать. Естественно, каждому нужно судить, анализировать самостоятельно. То есть, тут я не вправе навязывать какие-то сделки. Все равно все будут принимать решения самостоятельно. И вот наш рубль. Итак, по ликвидности, давайте я поставлю с 15-го. 3 дня идет оборотик. В отличие от прошлой недели, падала ликвидность. И мы у 61,500. В принципе, сейчас посмотрим по дельте. У нас была покупка 5-го числа 165 дельта и 98 в пятницу. Все расставит на свои места открытый интерес. Обе сессии, где была дельта на покупку, они немножко фиксировались в эти периоды. То есть, здесь по большей степени активность была не на размещении. То есть, дельта сформирована не размещением таких аномальных позиций, а по большей степени фиксацией. Поэтому шорты, которые формировали предыдущий период вот здесь, вполне могли выбрасывать сейчас этих селлеров. Поэтому, на средний срок по рублю, если в следующей неделе уходят обратно на уровень вот этой платформы 60-60-300, это будет, в принципе, неплохим намеком на то, что мы видели на этой неделе конкретно выброс по стопорям вот этих футцеллеров, которые порядка 6-7 дней тут стояли. Вот тут как раз открытый интерес появлялся, то есть, открывали позиции. Давайте посмотрим на споте. Если спот, в принципе, подтверждает нашу гипотезу, это увеличивает шансы на то, что этот сценарий все-таки пройдет. Так, 61-380 по центру диапазона пятницы торгуется. Дельта пятницы у нас почти 100 тонн, еще чуть-чуть осталось. Немножко зафиксировали сегодня. Сейчас мы посмотрим на 15-м таймфрейме. Вот у нас то же самое. Три дня после 4-го числа более ликвидные. И по дням вот был бай. И уже 6-го числа конкретно сражались на шорт. То есть, ядро в четверга уже первый будет триггер. То есть, если уйдет ниже 61-50, а это четверг у нас ядро тут формировали. 61-180, первый звоночек на то, что мы видим выброс по стопорям. Давайте по открытому интересу заглянем. Так, открывались, открывались, зафиксили. Да нет, к сожалению, вот здесь как раз массив был не на руку. Тут фиксировали, видите. А так, в принципе, неплохо было бы. Позиции открывали сегодня после обеда. То есть, в этот участок возьмите. Там у нас по дельте. И, к сожалению, покупочки. Так, надо заглянуть, в общем-то, в спот. Ядро, как видите, у нас разбросано по коридору. Их тут, можно сказать, три участка. Ну, основной я бы взял непосредственно вот этот диапазон. Да, в общем, если детально посмотреть, то такой бы открытый интерес онлайн на S&P, либо на Еврике, а было бы вообще песня. Ну, и максимальный объем прошел, конечно же, на максимуме. Вот как раз на пятнице очень плотно, очень концентрированно пакуют 61-320. И в основном преимущественно лидирует дельта на покупку. Даже было 28 тонн. Сейчас на споте все узнаем. Я согласен, Дмитрий, что просто так не сдадут уровень. В любом случае будет какой-то маневр на сброс, потом дозагрузка. Я, как бы, стараюсь в сценарии рассчитывать для торговли, чтобы быть готовым и к тем, и к тем возможным сценариям. То есть ставить ставки все на один сценарий, как в казино все all-in получается. Ну и плюс готов и к тому, и к тому сценарию. Какой проходит, с тем мы работаем. Тут все проще. Так, вот у нас спот. Если я не ошибаюсь, да, все правильно погрузил. Ликвидность чуть выше, чем в прошлые периоды. Сравнится только вот 20 числа июня по 4 миллиона оборот. 4,700, 4 и 4,170. Вот три дня у нас отличные отличились. Смотрим по дельте. И там, как бы, даже рядом селера нет. Жаль. Вот здесь как раз было все по-честному. 60-е защищались как могли. Здесь не проскакивают. Даже вот маячков нет по ценам. Поэтому на рубли осторожнее. Тут и по четвергу выяснилось, что там была фиксация по большей степени в той массивности, которая нам нужна. Вот. И сегодня там не особо выходили. Поэтому, если будет коррекционный момент, то 59,5 на споте могут даже подобрать немножко. Так. Ну, в общем, такой вот спот получился. Базовый коридор. Можно смело брать 59. По 59,5. Это первая плита. Как раз вот эта. И вторая уже тут суммируется активность селеров и байеров. Поэтому лучше ее отдельно рассматривать. Вот этот массив или тот. Так. Евро. Неделя вот такая со штампом своим, своя подпись. Шестое число. Посмотрите, как себя ведет до 15.00 фактически, пока была ликвидность еврик. Вот у нас 13.15. Как вы думаете, ваше мнение, то есть это не тест, а ваше мнение интересное, при каких вообще мыслях и условиях, либо доступе информации, вот так можно толкать всю Европу, всю Америку, котировку. И, подчеркну, это валютный фьючерс, это не стак, это не золото, это конкретно валютная пара, которая создана для того, чтобы ее спекулировать. И тут просто модель за моделью повторяется идентичная. Массив. Расширили байеры. Снова массив, расширили байеры. То есть, уверенность в тренде на север. На еврике это такой идеальной структуры, очень редко, когда можно увидеть. И, видите, даже так аккуратненько заканчивали уже менее ликвидную часть американской сессии. Ну, вот у нас. Ну, там, если детально посмотреть, там становится более картина яснее. Ну, на этом масштабе, понятно дело, мне интересно, вот, ваше мнение, вот, какие должны быть условия на рынке, чтобы вот так вот повторять одну и ту же модель в течение дня, прям до закрытия. То есть, скорее всего, это почерк одного и того же участника, какого-то крупного банка, либо нескольких. То есть, так как одинаковые модели просто целый день, ну, редко разные участники делают одни и те же, ну, один и тот же почерк. Ну, да ладно. Будут мысли, что это такое, пишите под видео YouTube свои варианты, интересно будет ваши вариации посмотреть, послушать, вернее, почитать. Так, по этому контракту, значит, у нас идет ликвидность и разрисовка вот такая. Ядро формируется в районе 141 по 146. Тут практически вся активность была, первый массив у нас уже отработан, то есть он уже себя показал и мы уже увидели его в деле. 136,5 по 138,5 на всякий случай. Сейчас мы по дельте проштудируем. Так, тут у нас был даже небольшой рост. 2,800 в отличие от предыдущих дней. Позиции набирают. Вот, набирали позиции. Соответственно, это все можно, в принципе, учитывать как одна активность в один присест. День за днем идет рост открытого интереса, особенно вот эти 4 дня отличились. Соответственно, вот эта структура среднеизвешенная в районе 144. Вот ориентируйтесь, как раз вот максимальный уровень 149, там стоит, да, 149. Если будет удерживать выше, чем дольше, тем вероятнее шансы уйти наверх. Хоть дельта идет отрицательная, но там у нас... Так, на евро с мая. Вот, сот юрий мониторит, это правильно. На евро с мая после чего, перед за 3 года в покупке ушли, так называемые, крупные спеклянты. А эти операторы что делают? Там такой масштаб, что может голова загружится. Они могут еще 3 месяца так заходить, еще 3 месяца. А это навязывает... Каждый день думаешь про то, что они заходят на покупку. Так, давайте теперь по дисбалансу, исходя из данных, которые транслируют биржу, разберемся. Да, действительно, 136,5, 138,5 пытались поддерживать, и у них это получилось. Как раз у нас тут дозаправка была на 134,5. Соответственно, берем как проверенную локацию, должны удержать по ликвидности последние 3 дня. Ключевое, тут 2 были практически ни о чем, особенно 4 число. Сопротивление отметим 29, вот, level 149, который нужно преодолеть. Те, кто стоит на покупку, вот, собственно, оно. Пробитие 136, то есть выход сюда, можно ставить alert смело. Только ушли сюда, сценарий на... Ну, тенденция на покупку уже конкретно под вопросом, и лучше сценарий на buy сложить. Ориентироваться на движение на снижение. Там просто крупные гиганты, они могут месяцами заходить в позицию, хеджировать просто. Особенно эти large traders, институциональные, ну, хеджеры. Там уже, так, 6к обещал сейчас. Так, 6к обещал сейчас. Так, 6к обещал сейчас. Экономический показатель по трудящимся, вы имеете в виду? Так, 6к обещал сейчас. Так, 6к обещал сейчас. Так, 6к обещал сейчас. В нашем мире количество роботов, автоматических систем, которые заменяют на производстве, на многих предприятиях людей, не уменьшается. Соответственно, прирост рабочих мест очень сложно увеличить. То есть, либо это на документы только происходит, то, что делали раньше 100 человек, сейчас просто делают один какой-то робот, автомат, конвейер. Форду спасибо. И с хорошей стороны, и плохо для тех, кто сейчас из-за этих конвейеров и автоматов не может себе найти место. Так, два ядра у нас получается с 15 июня по канадскому, да, 6к. Вот, площадка 76, 85, 77, 25, расширение пока идет на 3 семерочки. Вот я чувствовал, сегодня непростой день, как раз канадский на 3 семерках застыл, пятница прямо на верхушке, и сегодня 7-е, 7-е 2017-го. Все, вот смотрите, как у меня в Market Watch отображается Канада, видите, 4 семерки. Все, можно ехать в Макао, либо же Лас-Вегас, сегодня везет. Так, по открытому интересу, вот что интересно, да, действительно, 5, 6, 7-е, прирост позиций, если еще Дельта нам поможет, даже идет на убыток, ну, на убыль, агрессивность селлеров. Давайте посмотрим по дисбалансу, по фильтрам, тут все ли настроено. А, конечно. Только для фильтров прям перебор был. Так, эм... Эльт процент, 7,7, 5,5, 3, тут даже 11 было. Значит, две семерки, вот 5 тонн, эм... Тут 3,700, тут штука. В качестве поддержки хватаем. Потом 6 тонн, 7,7,6. Правда, там против идентично, но... Ну, тут по чуть-чуть, по чуть-чуть набирает. Набирает массу, тут 175 против 100. Такая, в общем, развесовка объема близка к балансу. Для Канады согласен. Ну, там ископаемые для Америки, в принципе, она, наверное, и... Так неплохо себя чувствует Канада по... Они нефть добывают для Америки, да и вообще, там, металлы. Она огромная, очень огромная Канада. Это... Когда на глобусе смотришь, оно не так ощущается. Точно так же, как масштаб России, либо же Австралии. А вот Канаду, если развернуть, вот посмотреть в плоскости, там огромные просто территории, просто невероятные. Вот. И они все там в снегах, поэтому там куча всего интересного валяется. И Штаты, естественно, это все быстренько за напечатанные доллары покупают. Не спорю. Там человеческий труд, просто на вес золота. Особенно в такие температурные режимы. Так, на чем мы остановились. Закрыли неделю на макушке. Ликвидность 3 дня была выше 50 тонн, даже 60-70 шли. Далее у нас идет... Давайте конкретно посмотрим саму неделю по Канаде. Ликвидность сегодня была прям 10 тонн, 7-30. И вчера в 10.005 чем-то бросили. По дням идут в основном активно байеры Европы. В европейскую часть сессии. И потом агрессивно всех тушит открытие Америки. Поэтому возьмем на всякий случай вот этих смельчаков. Отметим это массив... Ам... Так, пауза небольшая. Да, валютный фьючерсный контракт это спекулятивный инструмент, производный инструмент. А это тут фундаментальный анализ ближе. В принципе он нужен для любого анализа. Тут бесспорно на любом рынке нужно взвешивать все и макро, и геопроцессы политические, экономические. Но валютные фьючерсы это, как по мне, еще сложнее структура банковская, чем, допустим, торговать фондовым индексом, либо даже стаками. Тут очень много переменных, и это усложняет уравнение. Так, я выделяю конкретно точки, где были вспышки агрессоров на покупку по фильтрам. Вот эти 77, 50, 77, 60 и 66, такие смельчаки, которые вышли за, ну, в течение недели был образован потолок. И как раз вот они, эту часть, самые смелые расширяли коридор, пока удерживают. Соответственно, у селлеров либо нет шансов, либо они просто не хотят там даже шортить. Соответственно, если будет понедельник удерживать этот уровень, есть шансы на 78. Пробитие этого диапазона, второй уровень, который могут пощупать, я тут немножко неаккуратно выделил, сейчас, секундочку. Вот, вот так надо было выделить. 38, 45 и еще один диапазон находится в ядре, вот, 76, 0,6. Индекс доллара, давайте еще захватим, мы будем переходить на нефть. Тест, раз в три, тест, тест. Реконект был, да-да-да, немножко нагрузки, видимо. Так, я отметил, там где звука не было, я отметил уровни поддержки агрессоров, которые расширяли пятницу. Там был максимум, в течение недели был образован потолок, 4 дня они его не трогали. И вот сегодня, вторую половину дня по штатам, конкретно была агрессивность на покупку. Первый блокпост и потом чуть ниже, там записи можете посмотреть, запись будет со звуком. Веб-трансляция чуть-чуть была, на минуты две прервана. Это у нас ситуация по, собственно, доллару, индекс доллара. И самая ликвидная такая активность на этом контракте у нас пришлась в завершение июня, начало июля, вот эти 4, даже 5 сессий. Проверим по открытому интересу. Тут также отличился и интерес с точки зрения активности. Значит, первая массивность, она пока еще как ядро контракта. Фиксируем 97, фактически 97 с копейками. Сейчас мы захватим еще до 12 число. Миша, я там выделил уровни, где агрессоры на покупку старались, там их 3, даже 2. Первый крайне такой, очень близко к возможной ситуации пробития. То есть, если в понедельник этот диапазон, который сверху, там 3 уровня, отмечал, посмотри в записи, минута 52 будет минута, даже 50 минута по Канаде. Нет, нет, если еще начнется микрофон трансляции участников, может реконект снова произойти. То есть, это будет сумбур. Поэтому только чат, извините, без дискуссии можете, в принципе, потом по скайпу связаться с Михаилом и обсудить фундаментальные причины того или иного роста, либо снижения, либо тренда. Второй по мощности у нас блокпост формируется 96 копейками по 95,5. Его же и мониторим. В принципе, пока селлеры себя здесь чувствуют так же. Посмотрим, какая у нас была активность. Как раз вот эти 3 сессии, если не ошибаюсь, тут был у нас рост открытого интереса. А нет, вот последняя не попала. Четвертое, понятное дело. Да, одна сессия была на рост, эти две были на фиксацию. Могли быть и селлеры, которые вот этот весь движ создали по процентному перевесу пока вот 2,4%. А вы нажимали поднять руку, скорее всего. Вот, все, ни у кого же микрофона нет. А мой остался, хоть мой микрофончик. Все, 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 спасибо. Так, за содействие спасибо. Сопротивление. Давайте, наверное, мы перейдем в бедаск режим. Вот сопротивление, которое ядро вы заполнили. Вот они, красавцы, 96.05. Три дня там стоят. И начало началось, вернее, начали они с завершения июля. И вот три дня они там, три точки, видите. Пока удерживают. Со стороны байеров повторяется активность на 95,5-95,6. Де-факто на следующей неделе кто расширит коридор, либо поддержки, либо сопротивления. И создаст контроль цены. Открыт интерес там, где была дельта на покупку, в основном была фиксация. Оно и понятно, как раз для, после снижения вот этих шортов, которые образованы на 97-ой, тут вполне могли выйти. Но почему они вышли, скорее всего, либо сомневаются в продолжении тенденции, поэтому обязательно 95, прям alert можно ставить сюда. Вот сюда alert, и сюда alert. Первый alert на 96, прям можно ставить, и уже контрольный на 96,3. Все. Так, это был индекс доллара, теперь у нас CL, золото и S&P. Я вообще думал, если бы не манипуляция вот эта предвыборная, плюс новогодние вот эти все ралли, потом в 100 дней Трампа на посту президента. Вот. Они повышают процентную ставку, собственно. Логически должны были изымать из фондового потихонечку кэш, так как он чуть дороже становится, вернее даже приток в фондовый стал бы меньше. Ну, это штаты, это те еще ребятки. Какой там госдолг уже у США накапало 18 триллионов, 19, никто не помнит, не следите. Вот. И кто помнит, когда у них был технический дефолт, ну, якобы это обсуждалось, это 2011, кажется, был 2012, в августе должна была быть эта дата, в общем, технический дефолт они объявляют или нет. Как раз в этих, в это время очень активно обсуждалась такая валюта, как Амера. В общем, у всех это было на устах, все уже думали сбрасывать доляры свои, покупать это Амера. Сейчас вот появляется внезапно криптовалюта, ничем как бы непримечательная, но очень активно она распыляется в массы людей. В общем-то, ну, о ней уже многие, я думаю, знают давно, что она была и пропагандировалась. У нас, кстати, даже есть этот прообраз валюты. Сейчас я вам покажу биткоин. Ликвидность есть, ну, кому интересно, кто все-таки в этой теме. Честно, я до конца не могу понять, как там все это появляется и превращается в, собственно, валюту, и насколько прозрачна эта вся система вообще как-то обеспечивается это хоть чем-нибудь, хоть информацией. И пока еще, ну, очень сомнительно отношусь к этому, скептически. Вот, поэтому не смогу вас проинформировать, наверное, больше вы меня проинформировать, чем я вас. И так, сейчас мы посмотрим, где у нас там больше ликвидки. Так, currency. O-coin. Так, я смотрел, тут какой-то был... Давайте этот сразу и посмотрим. Вот, видите, рынок еще новенький, нетронутый. Тут чистая дельта, настолько чистая, как слеза, либо утренняя роса. То есть, пока мало еще автоматики всякой. Котировка такая, правда, подерганная, но... Вот, есть байеры, есть селеры, которые толкнули. Сейчас по ликвидности посмотрим. Сейчас я скажу, сколько ликвидность в среднем и насколько она... Ну, пропускная способность крайне важна. Уже больше часа запись идет, поэтому немножко будет трансляция подтормаживать. Сейчас мы отключим некоторые доработки. Сейчас я модуль отключу, чтобы не было... Просто недавно у нас вирус, вот этот компьютер полностью уничтожил. Сейчас, думаю, на Linux перейти, чтобы с вирусами как-то поспокойнее было. Антивирус был даже, ничего не помогло. Поэтому, видите, так немножко сегодня, как дедушка. Так, по ликвидности, значит, ситуация такова. Честно, пока не знаю, даже в контрактами оно учитывается, либо же какими-то своими бит-латами. Вот 167 за 15 минут оборот и по 188-160. Спецификацию еще не лазил, не смотрел. Открытого интереса тоже нет. И, собственно, фильтры здесь стоят какие-то автоматические. Просто чудом забежали эти фильтры, поэтому тут, по идее, вот такая картина должна быть. Ну, давайте посмотрим на BDASK. Как они выглядят? Они выглядят вот таким образом. Еще загадочнее, еще интереснее. Значит, 0.4. Ну, я думаю, нужно сначала разобраться вообще, что такое биткоин, чтобы понимать, почему в таком процессе идет торговля. Ну, вот дельта, по крайней мере, у нас выглядит вот как. 0.7, 0.6. Если кто с вас знает, давайте к BDASK посмотрим. Я тут буквально пару раз заходил этот биткоин, посмотрел по объему и понял, что пока не разберешься в этом, в этих криптах, давайте к BDASK посмотрим. А тут их несколько баксов. LTC. В общем, настолько, я думаю, это уже самое производное производных-производных, которые обеспечиваются еще одними производными. Ну, вот видите, дельта, по крайней мере, вот неплохо все ведет. Давайте посмотрим дневной таймфрейм, раз уже на то пошло, и вернемся к нефти. В том-то дело, Дмитрий, что я так и до сих пор не могу понять вообще, какая ценность этого биткоина. Как по мне, это чистой воды новая Амера. То есть, валюта, которая не валюта. Я не понимаю валюту, которую, по сути, нужно потратить полгода, чтобы разобраться в ней, куда это годится. Пускай там и остается в силиконовой долине эта валюта. Там между собой какие-то рассчитываются. Итак, ликвидность на таймфрейме D, на BTC и USD. Тут по 15 тонн за день, 13 оборотики идут. И 15 пока вот на этом периоде, с 12.06, самый топовый. Модельность расторговки дней, как видите, приятная. Уровни четко просматриваются и модели, прям так структуры. На многих рынках необузданных, которые мало кто торгует, там, честно скажу, постоянно шерстью вот такие рынки, которые мало кто торгует, то есть непопулярные. В СМИ о них не вспоминают, не обсуждают нигде. Там намного проще и техника, и спокойнее работать, и куда приятнее итоги. На самых популярных инструментах сложнее всего работать. Это так, на будущее кто начинает, только те, кто опытный, они уже, в принципе, знают это. Сейчас я ранжевку поправлю, а то это вообще никуда не годится. Так, 500. Пускай будет 500. Ну, в общем, до десятки, между пятеркой и десяткой ликвидность за день, поэтому не знаю, что это. Ну, мы же не знаем, кто что торгует, Иван, на самом-то деле. Так, не удерживает уже трансляция. Все, закрываем биткоин. В следующий раз посмотрим более детально, если кто-то из вас поможет объяснить остальным, что это такое. Так, CL-ка, вот она, красавица, и нам нужен таймфрейм побольше. Ликвидность сейчас, оборотистость идет. То есть, движение волатильное. То есть, был достаточно верный рост, и на ровной ликвидности это неплохо. А вот то, что происходит сейчас, достаточно волнительно и ликвидно. Как вариант, первый сценарий вполне возможный весь этот рост, который продолжался, пытаются сбросить. Байеров, сейчас мы смотрим по дельте. Рост действительно шел у нас, даже тридцатку бросили вы, тридцатого числа. И все маневры на снижение у нас идут по 15-12 дельта на стороне селлера. В принципе, пока все складывается. Добавляем открытый интерес к этой картине, и мы видим, что тут у нас другой контракт. Странно, не понял, а почему тут контракта нет? Какой-то сбой, что ли. Секундочку. Так, тогда мы потом разберемся. Да, это, видимо, NIMAX. Сейчас по бренд, по бренд, да, нормально. Nice. Бывает, вот, нефть немножко может своеобразно себя вести, трафик, так как там такой лондонская, сервак лондонского направления у нас, и там может быть своеобразная активность по трафику. Бывает, просто далеко стоит. И так, вот у нас коридорчики. Ну, это 15 минут таймфрейм. Сейчас мы на бренд разберемся. Тут все будет более-менее ясно, что там на CL произошло. Так, у нас трос открытого интереса был при соответствующей динамике. Это очень радует. Даже дельта была. И дельта у нас идет по 11,6 тонн как раз на снижение при таком же падающем открытом интересе. Фиксируется. То есть, соответственно, все, кто заходили, очень боятся и начинают выходить. Дальше мы фиксируем основные участки вот этих агрессивных селлеров и следим за тем, как они отстаиваются, либо же все-таки уходят выше. Ну, в том плане, что защищать их будут соляры, либо же нет. Если нет, соответственно, мы наблюдаем с вами модель снятия, вернее, проверки на прочность некоторых участников рынка. Если последовали стопори у многих и по ликвидности сейчас, вот, три дня достаточно мощно ликвидка идет, видите, здесь по 150, здесь в районе 200, вот. И мы на пятнашке сейчас посмотрим. Тут прям просится вот этот массив, обязательно возьмите в качестве сопротивления, возможно, могут там снова притормозить. И коридор с 85 по 42.15. Тут в четверг, даже в среду уже начали бомбить байеров. Ну, и, видите, болтается она в середину пятницы, даже нижняя часть пятницы, то есть три дня, даже четыре снижения. И пока у байеров абсолютно нет даже попытки толкнуть выше, но это еще не фиксируется. Ну, не вердикт. Они могут потом очень быстро, за час, за два вернуться выше недели даже, как они умеют. Итак, выбросы дельты крупные у нас приходится здесь более точно, если выбрать. И защита прошла как раз вот в четверг, здесь неплохо. Потом выброс был 3400. Вот этот коридор, это первый блокпост, который нужно преодолеть, чтобы вообще был какой-то рост. Хотя массив вот четверга неплохо выглядит на покупку. Тут болтались между 48.12 и по 52. Тут прям все в зеленых огоньках. И здесь вот пытаются, но волатильность крайне высокая. Соответственно, это указывает на то, что у байера пока попытки неудачные вывести рынок в баланс. Вот они пытаются. Вот первую часть, вторую. В общем, надо еще пару дней ждать, пока они устаканят рынок. Ну, для динамики на север это минимум, что нужно пару дней точно, чтобы устаканили и удержали на уровне. Для продолжения ждем коррекции как минимум хотя бы к 48.3 и желательно, чтобы выше не ушли. Там могут опять защитить. Тут ядро недели, 3.8 и тогда уже и РТС будет под вопросом насчет роста. Значит, ликвидность, напомню, повышенная. Открытый интерес также сбрасывали. То есть, тут падал открытый интерес. Соответственно, байеры, которые в четверг заказали, могли выйти сегодня. Поэтому и так висит котировка. На предмет покупок желательно подождать пока еще рано. То есть, они на 3 дня падают, поэтому площадка еще не сформирована. Лучше подождать. Золотой запас, либо же золото. На экзотику переходят уже бородатые трейдеры, дедушки. Там главное проработать ликвидность, пропускная способность на фьючерсе, чтобы была. Ну и модельность, закономерность присутствовала по основным стратегиям. Так, это я включил золото. Сейчас, секундочку. Все, надо заканчивать уже час двенадцать. А вы золото еще, серебро посмотрите, Иван. Вот там есть ключ, загадка в одной стратегии. Серебро. И еще, гляньте, лондонский фиксинг. Дневной, вечерний. Ну, вернее, утренний и дневной. 30-е, 0-е, вот у нас начался контракт. Да, видите, это NYMEX идет. О, вернее, не NYMEX. На золоте тоже, видите, идет сбой по этому фьючерсу. Поэтому, ну, можем посмотреть данные. Но я думаю, что этого не стоит делать. Мы разберемся. Я запишу сейчас. Странно, что никто не написал об этом в поддержку. Так, CL и золото. S&P. Так, S&P у нас CME-шный. Тут я знаю все спокойно. Так, очень откровенно. Я прям удивлен был. Европа работает аккуратненько по-немецки, я так понял. 24,08,5 по 24,09. В принципе, уровень еще на 10-й тут формировали. Промежуточную сессию, ну, либо не американскую. И агрессивно, видите, вспышки идут по большей степени у байеров пока ступенчато. В общем, по ликвидности смотрим. Активность сейчас чуть ниже, чем было на завершении июня. Вернее, и открытый интерес. Буквально одна сессия 6-го числа показала хоть какой-то прирост по позициям. По сравнению с прошлым, вернее, с предыдущей в среду 5-го числа. Сейчас подгрузится данные. Так, это пятнашка включилась. Нам дневка нужна. Вот, видите, рост идет сегодня. Ну, там не сильно большая разница с предыдущим днем. Но не ажиотажное открытие позиций. По ликвидности в 876 тысяч уже накапало. Бывало и по 2 миллиона 300. То есть, тоже не гипер-ажиотажно. Вот дельта процент, ну, полпроцента. Более-менее еще там и 3-4 процента. Но ближе к нулю фактически идем. Соответственно, движение пятницы крайне меня очень сомнительное. То есть, это не похоже на какой-то отважный, беспощадный и бесстрашный бай. Может быть, манипулятивно прощаются с этой платформой. Могут на крайний случай еще 24.30 попрощаться. Вполне может быть. И этому будет как раз печать, отчет банков на следующей неделе. И там, я думаю, будет уже более-менее ясно. Если они читаются очень плохо, а у них предыдущий отчет был там на тяжку, очень сильную на тяжку. Пока сейчас Трамп со всеми государственными вопросами решит дела. Будет, я думаю, еще пока вливаться кэш в экономику. Банки будут вливать кэш, так как они продвинули этого Трампа. Им, чтобы все вопросы утрясти. Но потом, конечно, будет, если все утрясут, они, будет тяжело с ними тягаться. На сегодня все. До следующего обзора. Рад был всех видеть. Спасибо, что пришли. Будут по еврику, по той модели дня, вариации. Какие у вас будут мысли под видео. Сразу же пишите комментарии. Желательно с картинкой. Обязательно прочту. И подпишусь на следующие варианты, у кого есть какие мысли. Всем хороших выходных, теплых деньков. Берегите себя. Попутного тренда. Всего хорошего. До свидания. Пока. Пока.